Здравствуйте! Здесь очень шумно, поэтому я попытаюсь как можно громче зачитать сначала один иранский источник, а потом вернемся в помещение, мне еще есть что сказать. Итак, здесь перевод мнения иранского ученого Хамида Ахмади. Статья называется «Карабахская война. Геополитический шок на Южном Кавказе». Зачитываю. Из четырех центрально-азиатских республик и Азербайджанской республики на Кавказе только Баку имел точки соприкосновения с Анкарой в реализации пантюркистской мечты. Другие республики предпочитают местный узбекский, туркменский, киргизский и казахский, национализм пантюркизму, турецких, пантюркистских кругов и, возможно, турецкого правительства. А подобное мнение выразил иранский политолог, как я сказал, Хамид Ахмади. Это сообщает издание «Азериха». Однако особенности границы и государственного деления на Южном Кавказе затрудняли доступ к этим районам не только для Турции, которая не граничит с Баку, но и для Армении как буферного государства между двумя регионами Азербайджана. И, что еще более важно, она нарушала сухопутное сообщение между Анкарой и Баку. И вот самая интересная мысль, которую приводит Ахмади в том же издании «Азериха». Сейчас я представлю оригинал текста и зачитаю перевод. На самом деле поражение армян произошло не из-за храбрости и героизма солдат Азербайджанской республики, а в результате масштабных авиаударов под руководством израильских и турецких беспилотников и уничтожение всех военных объектов, в том числе армянской живой силы и техники на поле боя, убежден эксперт, конец цитаты. Ну, здесь у нас много сейчас людей, которые проходят, слышат меня, ничего не понимают, о чем я тут говорю. И здесь действительно очень шумно. Я все время говорю здесь, здесь, здесь. Ну, вы, наверное, так и не поняли, где я нахожусь. Вы только видите, наверное, по черным лицам, что я на африканском континенте. Я сейчас нахожусь в Эфиопии. Вот за мной флаг Эфиопии в Адис-Абебе. Ну, давайте вернемся, наверное, в помещение. У меня есть, у меня еще много чего есть сказать по теме, немножко по другой теме. А что касается Адис-Абебы, почему я здесь, вы, наверное, тоже догадались. Приехал я сюда за армянским следом, о чем будет готовиться и текст в газете, и о чем будет и фильм. Здесь очень много чего интересного поведать об истории и культуры своеобразной такой армян-эфиопии. Да они вообще сами по себе все своеобразные армяне-эфиопии, как и на лица. Тут мне идут какие-то сообщения, сейчас я прочитаю. Ну, все, возвращаемся, значит, ко мне в номер, и я вам еще кое-что скажу. Ну вот, я в помещении нахожусь, вышел из улицы Шумной. Что я хотел сказать? Значит, в одном из последних моих выпусков поступили такие вопросы, чтобы я все-таки однозначно сказал, определился по поводу новых властей, старых властей и так далее. И вообще, все это происходящее, судя по комментариям, судя из разговоров с моими друзьями, с теми людьми, которых я, впрочем, даже не знаком, да, разговоры такие, если уйдет этот самый новый, то вернутся те самые старые. Вы понимаете, это такое ошибочное, на самом деле, мнение, и большинство, как я понял, держится за Пашиняна только потому, чтобы не пришли те самые старые. Меня, мне самого смущает меня, вот эти вот старые, новые, очень неприятно даже об этом говорить. По поводу Пашиняна я скажу так. По-моему, я однозначно уже вырезал свою позицию. Я против него. Ну, я же все-таки думающий человек с головой. Ну, как вы думаете, неужели я буду за этого человека, который буквально все уже разбазарил? Там уже базарить-то нечего. Ну, Карабах там, ладно, остался маленький кусочек, и то непонятно по чьим руководствам, благодаря тем же миротворцам, хоть что как-то держится, да? А по поводу вот этих анклавов азербайджанских на армянской территории, вообще непонятно, что происходит. Значит, они собираются, я имею в виду Азербайджан, собираются забрать свои анклавы, то есть прорисовывают границы, туда приезжают их войска, их офицеры с этими самыми, как их там, с российскими, да, миротворцами, прочерчивают границу без армянского участия. Я-то все знаю, что там происходит. Вот, там, я имею в виду анклавы эти. Зато почему-то не поднимаются темы армянских анклавов на территории Азербайджана. А что ж с ними-то будет? Если уж обмениваться анклавами, то нужно ими обмениваться, а не так, что Азербайджан забирает эти свои анклавы, и в придачу к этим анклавам остаются армянские анклавы на территории Азербайджана. Где наш премьер-министр-то? Я ничего не слышу об этом, чтобы он чего-то говорил. Очень странная позиция, правда? Далее. Это моя позиция, еще раз говорю. Вы же хотите демократии? Вот как желающие демократических устоев, я вам озвучиваю мою позицию. Я против этого человека. Я его называю ковбоем, а не премьер-министром. Если я изначально еще как-то позиционировал себя как нейтрального человека, ждал от него каких-то нововведений, каких-то вещей, которые он обещал чего-то сделать, но он ничего не сделал-то толком. Когда я спрашиваю у людей, что он сделал, мне там рассказывают, что он какие-то дороги построил. А кого он посадил-то? Все на свободе. Никого он не посадил. Все на свободе ходят, бродят из тех старых. Поэтому я и против старых, и против новых. Как я уже говорил, нужно созывать всеармянский съезд со всех стран, лучшие наши сливки, лучшие наши умы, и предпринимать уже какие-то действия, создавать временное правительство. И таких, как я, очень много, которые тоже говорят на эту тему. И не ждать, когда пригласит Пашинян или кто-то из его правительства к этому съезду. Никто приглашать не будет. Они твердо уселись. И вообще, если он мужик, если он нормальный человек, он должен действительно сам к этому прийти. После такого позорного поражения. Ну, понятное дело, что поражение было маленького Арцаха в 44 дня. Против Пакистана, Турции, Азербайджана. Плюс еще там каких-то, которые там нон-стопом предоставляли им оружие. Сложно удержаться, да? НАТО против, значит, маленького Арцаха. Но, тем не менее, это поражение состоялось. И это поражение до сих пор, до сих пор на устах у всех. Люди в депрессии. И многие еще не поняли, что происходит. Не произошло, а происходит. Потому что это до сих пор происходит. Если мы заглянем, значит, в Сюник. Если мы заглянем в тому же область на север Армении. Ребята, давайте определяться. Это не дело. Это не дело. Мы не можем потерять все. У нас и так там кусок земли остался от этой большой Армении. Если мы еще это потеряем, нас ждет участь ассирийцев. Мы не можем себе этого позволить. Теперь, значит, вторая часть. Вторая часть я бы хотел обратиться к армянам, особенно молодежи нашей. 20-летним, 18-летним, 19-летним. Слушайте, кто вам вообще позволил давать интервью азербайджанским блогерам? Я просто недоумеваю. Я смотрю на всяких ишаков с их стороны, которые гроша ломаного не стоят, их мозги. И они приглашают, значит, в основном армян, молодых армян, которые не разбираются практически ни в политике, ни в истории, ни в культуре, ни в чем. Ловят их на каких-то словах, отрезают, монтируют и показывают, вот какие глупцы армяне. Вы вообще кто? Вы сначала отучитесь, ребята, чтобы давать интервью в условиях информационной войны. Вы сначала отучитесь на культуролога, на историка, на общественника какого-то. А потом уже давайте интервью. А вы, будучи студентами, или того хуже, учениками школ, разговариваете с азербайджанскими блогерами, которые вас же потом позорят, или через вас позорят весь народ армянский. Нас и так уже Пашинян куда-некуда унизил. Еще и вы добавляете масла в огонь. Вы хоть думайте немного, прежде чем даете согласие на разговор с ними. Я-то понимаю, как это происходит. Сначала они к вам обращаются как к братьям, как к друзьям. Мир, дружба, жвачка. Давайте жить мирно, дружно. Потом вы соглашаетесь ответить на их вопросы. Потом они вас выставляют в качестве идиотов. И выкладывают это видео на свои каналы. В тиктоке, в ютюбе и так далее. Мне, честно говоря, неприятно на это смотреть. Мало того, что у нас среди нашего народа и так куча врагов оказалась. Очень много разных, которые и за деньги продаются, и бесплатно продаются. Ради каких-то там общих интересов. Может быть бизнеса, может быть общих друзей. И еще вы, глупцы, неокрепшие умы, вчерашние школьники, рассказывайте о том, чего сами не знаете. Ну хоть подумайте немного, что вы делаете. Вы что, не видите эфир после себя? Вы не видите, что все вами сказанное приводится в джоук, в шутку. В такую шутку анекдотическую. Что потом мы, будучи армянами, или даже не армянами, любой другой посмотрит и скажет. О, вот смотрите, какие молодцы азербайджанцы. Поймали армян на слово. Они-то приглашают на свои каналы далеко не образованных людей, чтобы поговорить с ними. Хотя такие тоже есть каналы, и такой один канал я видел. Не каналы, а канал. Один я такой видел. Человек позиционирует себя таким очень братским, человеколюбивым. Но при этом во время интервью с армянскими общественными деятелями вставляет свои колкости и пропагандирует алиевскую армянофобию заодно. Это у них уже в крови, это не отнять. Поэтому на все предложения давать кому-либо интервью этим хорошенько сначала подумайте. Потому что вы подставляете, ладно, себя. Вы подставляете целый народ, свой народ. А так как вы не владеете нормальной ситуацией, я не владею нормальной ситуацией, политической тем более, да, и то как бы не позиционируя себя, чтобы давать интервью и рассказывать о том, что там происходит в Армении, или что происходило. А вы берете и рассказываете. А уж тем более, когда влазите в дебри истории и культуры. Вы что, культурологи или историки? Там у них уже один есть такой Барт. Армянин по национальности. Во всяком случае с армянской или какой-то непонятной фамилией. Только что оканчивается на Ян. Там у них уже и есть один Барт. Песенник-неудачник. Раньше пел в ресторане. Теперь и историком заделался. И ахинею несет постоянно. Им это нравится. Они даже его представляют как историка. Но он-то ладно. Он за деньги работает. Он знает свою идею. За какие и чьи идеи он защищает. Но вы-то куда лезете? В общем, ребята, подумайте. Подумайте хорошо над моими словами. Ну, а я через пару недель вернусь в Россию. И начнем традиционные наши выпуски. Есть много чего рассказать. Из того, что происходит. Из того, что они переиначивают. Доходит до абсурда. Есть много чего рассказать. Будем, значит, освещать эти темы. Мы будем развечивать их мифы с хорошими ссылками. С какими не поспоришь точно. Мы не якозянцы. Мы арутюновы. Это антитопор. Запомни, сволочь Харьковская. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!